Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами я, священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого Кафедрального Собора города Пскова. И сегодня в эфире радио ПЛН-ФМ программа «Пастырь». Мы с вами сейчас находимся, пребываем в периоде празднования Светлого Христового Воскресения, которое называется еще Пасхой, и это самый главный праздник для всех христиан. И особенностью его, кстати говоря, является то, что в отличие от всех других важных праздников Православной Церкви, он празднуется не один день, а празднуется в течение целых семи дней, целой седмицы. И как на Западе, кстати, называется пасхальная октава. И каждый день вот этой недели после Пасхи является праздничным, и верующие люди стараются посещать богослужения и причащаться, приобщаться к святых христовых тайн. И приветствуют в течение этого периода не обычными «здравствуйте» или «привет», а тем приветствиям, древним приветствиям, которые встречали друг друга древние христиане. Приветствиям «Христос воскресе», на которые отвечали обычно воистину воскресе. А мы приближаемся к следующему после светлого Христового воскресения воскресному дню, который называется «антипасха». Это, опять же, слово не очень понятное, почему «анти». А древнегреческий предлог «анти», помимо своего значения «против», имеет еще и другой смысл, то есть вместо «антипасха», то есть вместо «пасха» совершается, можно сказать, повторное по своей торжественности и насыщенности пасхальное богослужение. Но акцент уже делается и на другие аспекты, помимо празднования самого Христова воскресения из мертвых. Делается акцент на уверение апостола Фомы в том, что Христос действительно воскрес, ведь при первом явлении воскресшего Христа ученикам апостол Фома отсутствовал, и когда апостолы, его собратья, возвестили эту радостную новость Фоме, то он сказал, что «пока я лично не осязаю раны Спасителя, я не поверю, что это великое событие действительно произошло». И вот во время своего второго явления ученикам, на котором присутствовал уже и апостол Фома, происходит вот это блаженное уверение апостола и его вера в Господа. Кстати, он является первым учеником после воскресения, который исповедует Христа Богом. Его вера укрепляется еще и еще, и он в числе прочих апостолов отправляется на всемирную проповедь Светлого Христового воскресения. Кстати говоря, слово «пасха» также нуждается в неком пояснении, потому что на самом деле непосредственное его значение не передает суть праздника, самого главного праздника православных христиан. Ведь слово «пасха» или «песах» — это древнегреческое, близкое к арамейскому языку слово, и означает оно, и вот также образованный от него глагол «пасах», это глагол из Библии, обозначающий такое действие, как «прохождение мимо», «проходить мимо», и используется оно в контексте описания событий, исхода евреев из египетского рабства, когда закончились времена доброй, стабильной жизни евреев в Египте, и фараоны ожесточились против них, и Господь решил вывести из рабства египетского свой народ, но фараон не хотел их отпускать, и последовала череда казней египетских, и вот последняя казнь заключалась в том, что Господь будет поражать, ангел Господень поражать египтен, а домы евреев, которые получили указание помазать кровью жертвовенного агонца, косяки своих жилищ, вот мимо таким образом отмеченных домов ангел будет проходить и избавлять от смерти. Так вот, это ветхозаветное слово перешло на именование праздника Пасхи, потому что Господь также избавляет от смерти всех верующих, которые достойно прошли свой путь земного служения, отведенный каждому свой срок, и таким образом сам, проходя через крестные страдания и положение во гроб, и восстание из мертвых, как раз воскресенье, это церковнославянское слово, которое на русский также переводится словом восстание, восстание из мертвых, и своим восстанием из мертвых, он открывает возможность восстановить отношения, самые тесные отношения человека с Богом, и, как говорит церковь, вновь после грехопадения прародителей отверзаются врата рая, то есть возможность самого тесного и подлинного радостного общения с Богом. Вот таким образом и слово «пасха» из употребления такого ветхозаветного переходит на описание самого главного новозаветного события в жизни христианской церкви. И антипасхой, вот этим воскресеньем, следующим вслед за самой Пасхой, завершается такой двухнедельный период, начинающийся от Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, включающий в себя очень насыщенные по смыслу дни страстной или Великой недели, где воспоминается предательство Господа, его страдания, крестную смерть, повторюсь, положение в огроб и воскресенье из мертвых, и уже светлая седмица, когда Господь является мироносецем. Вот это завершается, вот такой двухнедельный праздничный цикл, и каждый верующий призывается выйти уже в повседневную свою жизнь, в состояние обновленном, можно сказать, получившем новый заряд духовных сил после многодневного и периода Великого Поста, и не только сопереживать эмоционально и радоваться воскресенью Христова, но и деятельно явить свою радость о Господе, воскревшем и зашедшем на небеса. И как деятельно проявить эту радость? Это жить по заповедям и следовать тому призыву, который к каждому человеку обращает Господь наш Иисус Христос. Ну а вслед за воскресеньем, называемым Антипасха, еще через одну неделю будет совершаться память святых жен мироносец, тех женщин, благочестивых женщин, которые и при жизни Господу служили, и после того, как он умер на кресте и был положен во гроб, не побоялись, в отличие от всех тех, кто был в ужасе после наблюдаемых событий, не побоялись пойти ко гробу, в который было положено причистое тело Господа, и совершить последние благочестивые обряды, полагавшиеся по древней еврейской традиции. И вот память этих жен мироносец будет совершаться, повторюсь, через две недели после празднования Пасхи. И, кстати говоря, у нас в городе есть и отдельный храм, который был построен в честь святых жен мироносец. Он у нас в городе, этот храм известен, в нем, наверное, многим псковичам известный священник, был настоятелем, это отец Павел Адельгейм. И вот, кстати, в воскресенье, посвященное памяти жен мироносец, будет служить в этом храме наш правящий архиерей, митрополит Арсений, и совершит чин великого освящения этого храма. Поэтому, если кто-то планировал и хочет посмотреть, каким образом совершается чин великого освящения, может прийти и посетить это торжественное архиерейское богослужение. Вот на этом мы сегодня закончим. С вами был священник Антоний Афанасьев. До новых встреч! Христос воскресе! С вами был священник Антоний Афанасьев. 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 С вами был священник Антоний Афанасьев.